рассмотрим еще один достаточно интересный инструмент преобразования в гимби который называется преобразование по точкам для того чтобы активировать этот инструмент необходимо зайти в пункт меню инструменты далее преобразование и здесь найти преобразование по точкам или соответственно щелкнуть по специальной пиктограммки на панели инструментов левой кнопкой после этого у нас будет доступны настройки данного инструмента во вкладке параметры инструментов опять же повторяюсь если вы здесь сделали какие-то изменения не забывайте что их всегда можно сбросить щелкнув по специальной кнопки в нижней части данной вкладки данный инструмент может работать как со слоями с выделениями так и с контурами рассмотрим данный инструмент на примере работы со слоем у нас есть тестовое изображение представлены простым одним слоем под названием фон настройки данного инструмента практически имеют общие черты с другими инструментами преобразования прежде всего мы можем выбрать на чем данный инструмент производить действие данного выбрана со слоем выбрать направление обычное или корректирующие вперед или назад в зависимости куда мы будем совершать действие например будет она происходить в ту же сторону куда мы двигаем мышь или набрать в противоположную то есть назад настройки качество то есть интерполяции данный момент по умолчанию кубическая возможность соответственно обрезать если в результате данной трансформации мы выходим за пределы нашего видимого холста видимой области нужны нам поля или например нет также задать показать предпросмотр задать его непрозрачность соответственно для того чтобы визуально нам отобразить все действия они не сказываются а просто затеняют все то что находится вне действия данного инструмента и можно создать направляющие соответственно внутри данной области данной рамки который будет создана в результате вот этих точек сейчас мы все это сделаем и попробуем я хотел бы обратить внимание именно на режимы работы с данными с точками для того чтобы применить этот инструмент надо навести в данный момент на слой в любое место но мы будем наводить именно с краю и щекнуть левой кнопкой в результате у нас образовалась такая . такой маркер и появилось специальное окошко преобразование по точкам если мы наведем на данную точку маркер вот этот наш курсор мыши мы увидим специальный дополнительный значок у курсора который нам говорит что данное действие который можем сейчас произвести называется перемещение и мы можем сдвинуть если мы не выходя за пределы этой контрольной точки зажмем левую кнопку мыши и не отпуская начнем двигать мышь то будет совершаться перемещение данного слоя то есть инструмент будет работать как перемещение теперь создадим еще одну контрольную точку эти контрольных точек может быть только четыре штуки от 1 до 4 например ниже опять же обратите внимание как поменялся курсор теперь рядом с курсором появился специальный значок вращение опять же если мы зажмем левую кнопку мыши в пределах нашей точки обратите на это внимание и подвигаем мышь то будет происходить вращение если же мы например переведем на нашу первую точку курсор будет также виде значка вращения но уже относительно будет другой точки происходить это действие теперь поставим еще одну контрольную точку обратите внимание как изменился курсор теперь он отображается в виде специального рядом значка наклона и и теперь мы можем наклонять соответственно наш слой если мы сейчас еще поставим последнюю контрольную точку то у нас появляется значок перспектива рядом с курсором и в пределах находясь в пределах этой точки соответственно любой из них мы уже будем менять перспективу нашего слоя обратите на это внимание если мы попытаемся еще создать точку то это действие будет невозможно обратите внимание есть специальный значок запрета около курсора эти точки можно передвигать если выбрать в настройках режима работы перемещение или клавишу shift на клавиатуре также эти точки можно удалять также используя клавишу control на клавиатуре или мышкой выбрав удаление и далее щелкнуть по контрольной точке и также перемещать если выбрать соответственно также можем перемещать не забывайте об этом а если надо перейти в режим добавления то выбирается соответственно в настройках режим добавления и можем создавать новые контрольной точки этот инструмент достаточно интересен его также можно широко использовать вот и не забывайте что данный инструмент может работать не только со слоем и нашими слоями соответственно но и с выделениями из контурами и хотел бы сказать если вы хотите сбросить настройки этого инструмента вот например в данный момент действия то не забывайте всегда можно в специальном окошке который у нас появляется сбросить данные действия а на сегодня все спасибо до свидания